Это только я могу гейн убирать у себя, делать меньше. Там где-то у тебя слишком сильный сигнал. Праздник Жатвы Это особый праздник, напоминающий нам прежде всего о итоге, о жатве, о том, что нам в нашей жизни придется прийти в такому финишу, когда все, что мы делали в жизни, все, что мы творили, жертвовали, все, чем мы занимались, то есть будет нашим воздаянием. Это благословение Божие, это радость, а для кого-то разочарование. Поэтому Бог напоминает время от времени, как это будет и как оно есть сегодня. Благослови нас, Господь, чтобы этот праздник не просто подведение итогов, это праздник благодарения, когда мы благодарим Бога за жизнь нашу, за урожай, за невзгоды, за радости и неприятности. За все благодарите, ибо такова о вас воля Господня, воля Божия во Христе Иисусе. Да благословит Тебя Господь, да утешит Тебя, да возрадует Твое сердце, да увидишь Ты воздаяние. Есть радость в том, когда мы получаем от Бога благословение через воздаяние также. Будем молиться Богу. Господь, слава Тебе. Ты вчера и сегодня, и во веки тот же, Ты так же неизменно продолжаешь нас любить, воспитывать и готовить свою невесту, церковь, к восхищению. Боже, слава Тебе за то, что еще один год, еще одно напоминание и время, праздник жатвы в нашей церкви. Господи, это радость, потому что, Господь, это наша жизнь, потому что это наше участие, это наш вклад. И Ты желаешь благословить нас сегодня напоминанием через песнопение и слово, через свидетельство, через переживания, которые мы имеем в наших сердцах. Господи, Ты знаешь, что в эти дни у нас и похороны. Мы знаем, Господи, что Ты был до конца нашей сестрой Надей, благословил сегодня нам быть утешены в Тебе, в Господе. Благослови брата Виктора, благослови детей, Господи, да благословишь Ты и предстоящие похороны завтра и послезавтра. И этот день со всеми плодами, со всеми итогами этого года, да будут перед Тобою в дерзновении высказанных молитв. Мы поклоняемся Тебе, мы прославляем Тебя, Господь, что Ты есть Бог наш. Ты лучше знаешь, как нам идти и вести за собой тех, кого Ты нам поручил. Благослови это служение, поклоняемся Тебе, живой Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Будем славить Бога. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Моя Иисуса Христа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий 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 За все Тебя, Господь, я благодарю. За все. За все Тебя, Господь, я благодарю. Ты искупила смерть и душу мою. И буду возвещаться во всей земле о том, как милости и плакты ко мне. Вся слава Тебе, о Иисус, спасенье ко мне. О Иисус, и сердце во мне. О Иисус, поя на Тебе всегда, Иисус. Я посвящаю жизнь свою лишь Тебе. И благодать Твоя сегодня на мне. Пусть знает, как ты слышал из моих уст, о том, что жив, Господь, спасенье ко мне. Иисус, все слава Тебе, о Иисус, спасенье ко мне. О Иисус, спасенье ко мне. О Иисус, поя на Тебе всегда, Иисус. О Иисус, спасенье ко мне. 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 О Иисус, и сердце во мне. О Иисус, спасенье ко мне. Иисус, спасенье ко мне. И я могу сказать тебе, ты мой Иисус Я могу сказать тебе, ты тот Иисус Который покрываешь меня гнева Отца Когда я спотыкаюсь сегодня Ты мой Иисус, когда Господь мой я радуюсь Что у меня какой-то подарок Что ты подарил мне многое в жизни Я радуюсь, я славлю тебя Я прыгаю, Господь, от радости Ты видишь это И я могу назвать тебя мой Иисус Подарил мне Когда Господь мой царь, мне болит сердце Когда что-то Господь мой наломал Натворил Господь мой И душа ищет воздуха Я могу назвать тебя мой Иисус Который приходит и дает мне воздух Дает мне благодать Дает мне слово И я, Господь мой, поднимаются крылья Дает мне, Господь, жизнь друзей Братьев, сестер Господь родителей, которые скажут слово от тебя И мое сердце поднимается И, Господь, братья и сестры Мы все вместе собрались здесь И мы называем тебя мой Иисус Наш жених Тот, который заботится Который любит Который пришел на это место Который вчера В субботу Сегодня, в воскресенье И завтра, в понедельник И даст нам жизнь, дыхание И ты позабочишься И ты благословишь И ты научишь, Господь мой, наставишь И если, Господь мой, будет больно Дай, Господь, ликопласты И сегодня я прошу тебя Дай нам, Господь мой, забыть о наших проблемах Дай нам сегодня забыть о наших Своих делах, Господь мой И видеть тебя перед собою Когда ведь видел перед собою тебя И сказать, ты Бог Ты Дух Святой И мы хотим сказать слава тебе Аллилуйя I really want to worship you, O my Lord You have won my heart and I am yours Forever and ever I will love you You are the only one who died for me Gave you life to set me free So I lift my voice to you In adoration I really want to worship you, O my Lord You have won my heart and I am yours Forever and ever I will love you You are the only one who died for me You gave you life to set me free So I lift my voice to you In adoration Inside your majesty Gave up every dream for me Suffered at the hands of those you have created You took all my guilt and shame When you died and rose again Now today you reign In heaven and earth Make sauté I really want to worship you, O my Lord You have won my heart and I am yours Forever and ever Forever and ever I will love you You are the only one who died for me Gave you life to set me free So I lift my voice to you In adoration In adoration еще ты сейчас его тебя я буду славить мой господь ты сердцем завладел моим по веки буду я я люблю тебя ты любишь за меня, чтоб я мог жить и от успеха свободны быть перед тобой, Господь я предполагаю тебя я буду славить мой господь ты сердцем завладел моим рядком по веки буду я я люблю тебя ты любишь за меня, чтоб я мог жить и от успеха свободны быть перед тобой, Господь я преклоняю ты любишь за меня, чтоб я мог жить и от успеха свободны быть перед тобой, Господь я преклоняю я преклоняю аллилуйя аллилуйя спасибо спасибо тебе, Господь спасибо, Господь спасибо, мой Господь спасибо спасибо, Господь спасибо, мой Господь о спасибо спасибо и это Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь, Иисус. 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 Спасибо, спасибо, Господь, спасибо, мой Господь, Иисус, Иисус. Спасибо, спасибо, Господь, Аллилуйя, Господь, Аллилуйя, достойной славы, достойной чести, достойной поклонения нашего, великий, чудный, могущий Господь. Господь, в доме Твоем мы поклоняемся Тебе, в доме Твоем, Господь, величит Тебя душа наша. Ты Бог наш, Ты пастырь наш, Ты путеводитель наш, Ты заботящийся о нас, Господь, как о теле нашем, о душе нашей и о духе нашем. Господь, мы имеем, что одеть, что кушать, мы имеем кровь над головою. Господь, Ты позаботился о всем и в этот день, мы сегодня радуемся при лицом Твоем. Господь, в день, когда мы видим, сколько Ты дал, как Ты благословил, мы видим, Господи, полные столы, Господь, милости Твоей. Мы видим, Господи, что Ты посылал дождь, Ты посылал солнце, Ты дал урожай в этом году, Господь, слава Тебя, благодарим Тебя. Господи, Ты благословил эту землю и нашу страну, благодарим Тебя и за мирное небо над нашими головами. Благодарим Тебя, Господи, что Ты заботишься о каждом из нас, и не только о добром, Господь, но Слово Твое говорит, что солнце Твое всходит и над злыми, и над добрыми, Господи. Аллилуйя, Ты заботишься о нас, слава Тебя, под Твоей защитой, под покровом Твоим, Господи, под обеспечением Твоим. Мы находимся, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. А воочи, и не только о теле нашем, но и о душе, и о духе нашем, Ты проявил заботу Твою, Ты питал обильно, Господь. Ты давал нам, Господи, все необходимое для жизни и благочестия. Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя, мы величим Тебя, Господи. И во имя Твое в этот день мы нуждаемся в Твоем присутствии. Мы нуждаемся, чтобы это служение, Господь, было благословенным. Чтобы Твой Дух Святой продолжал уже начатое дело в наших сердцах, в наших душах, Господи. Чтобы мы, Боже, в присутствии Твоем, получили еще обильное питание для наших сердец. А воочи, благослови весь ход служения, этого праздничного служения. Все, что будет происходить, да будет благословено Тобою во имя Иисуса Христа. Будь прославлен, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, друзья. Мы рады всех приветствовать. Слава Богу. Сегодня такой приятный день, приятный праздник. Сегодня Господь нас благословил. И да будут наши сердца сегодня радостны, открыты пред Богом. Писание говорит, когда в такие дни мы собираемся, чтобы мы веселились пред Богом нашим. Ему да будет слава. Аминь. Сейчас у нас хористы прославят Бога, друзья мои. Потом будет проповедь, потом снова хор. Пение Зарина Осипович. Осипович. Легко одно ударение сделать. И уже Игнатович или Игнатович. У нас есть такой брат у Бурлаки в церкви. Игнатов. Часто бывает одна буква или ударение. И все меняется по смыслу. Не стих Люда Пугач. И после этого у нас есть гость, брат Анатолий. Он расскажет свидетельство. Пусть Бог благословит. И потом пение Лена Жук. Это предмолитвой за нужды. Благослови нас Господь. Слушаем пение хора. Благослови нас Господь. Мы поем и поем, и плаву Христу несет. Волна в жадке день посла, и плавы для жизни нам. Милость Бога видим мы, и за все блага говорим. Он нам дал дары земли, чтоб нам, Господь, принесли. Осень нам напоминает, что день жадный наступает. Огно все лазут в плену, и отчет кольцу на путь. Слышит небо слов погон, столь торжественных и слов. О, Господь, и мы хвалу, за дары любовь Твою. На пламенье сердца жар, сложим нас на Твой алтарь. Слышит небо слов погон, столь торжественных и слов. Слышит небо слов погон, столь торжественных и слов. Осень нам напоминает, что день жадный наступает. Когда все на судьбе идут, И отчет нас угадут. Осень нам напоминает, Что день жадный наступает. Когда все на судьбе идут, И отчет нас угадут. Слава Богу, что мы можем помнить работу Божию, Смотря на Слово Божие, Смотря на эти плоды. В Библии сказано, Что ты посеешь, то и пожнешь. И оно будет продолжаться, Пока не придет вечность. Когда я смотрю на это, Это как радугу я вижу, Как тот обещание, Что оно будет продолжаться, Пока Господь не придет. Мы видим красивые плоды, Оно прекрасно, Но чтобы получить эти плоды, Много-много работы было проделано. Будет день, когда Бог соберет жатву в жительницу Свою, Всех людей, В свое царство. И Иисус говорит, чтобы мы молились, Чтобы Бог послал делателей на жатву Свою. Мы не должны ожидать, Что другие люди будут делать это, Мы должны молиться. И результат того, Что нету Много людей, Которые приходят к Богу, Это потому, Что мы не молимся. И когда мы сегодня пели, И мое сердце было радостно, И мы пели славу Богу, От того, Что Бог дает Свою жатву. Мы иногда хотим служить Богу, Но когда Он приходит, И это присутствие Божие, И это хватает нам. Спроси свое сердце, Твое сердце радуется и благодарит Бога, За то, Что Бог сделал в твоем сердце, В твоей жизни. Точно так же, Как каждая семечка этого плода, Должна была умереть, Чтобы этот плод пророс, Так же Иисус должен был умереть, Чтобы мы возросли. И понимая это, У тебя есть радость в своем сердце? И когда я молился сегодня, Во время прославления, Я чувствовал, Что иногда в нашем сердце, Есть люди, Которые имеют больше радости, О том, Что я получил зарплату, Нежели о том, Что человек получил спасение. Я хотел бы открыть вместе с вами, Евреям, Глава 12. Версес 1 и 2. И с первого стиха будем читать, Это по второй. И с первого стиха будем читать, Потому что мы также, Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, And let us run with endurance the race that is set before us, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, Who, for the joy that was set before him, endured the cross, Despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, Свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех, И с терпением будем проходить принадлежащее нам поприще, Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который вместо прилежащему ему радости, Претелпел крест, принебрегший посрамлением, И воссел одесную престола Божия. Мне нравятся слова во втором стихе, Начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Do you know what that means? He is the Alpha and Omega. He saw you before you were born, And he is already waiting for you as the harvest. Знаете, что это значит? Это то, что Бог, Он есть Alpha и Omega. Он начало и конец. Он знал тебя, когда ты был зачат в утробе. И Он ждет тебя, когда ты придешь к Нему на небо. Он уже знал, когда ты зарождался в зародуше, И Он знал насчет твоей всей жизни, Весь твой план на протяжении всей жизни. Каждый день. И апостол Павел calls us To look at the people that came before us, That walked by faith, Like Abraham, Noah, Moses. They all endured, And they finished the race. И апостол Павел призывает нас Посмотреть на тех людей, Которые прошли перед нами. Моисей, Авраам, Как они преуспевали в своей вере, И как они дошли до самого конца. И here it says, Looking at all these people, Let us set aside every weight and the sin, Which so easily entangles us. И тут написано, Что смотря на этих людей, Нам нужно свергнуть Всякий запинающий наш грех, Всякое бремя, Чтобы мы могли так же само преуспеть. And let us run the race with endurance That is set before us. И бежать, Это поприще, Это соревнование, Чтобы преуспеть. God has a perfect plan For every one of us, But it is like a race That you must endure. Он знает ваш план. Но это прямо как соревнование. Вам нужно исполнить этот план That is before us. Да, перед нами продолжать. Не уставать. Нельзя уставать. With endurance. And yesterday, Yesterday I was driving for five hours From Washington And I had a lot to think about And I felt like Our endurance, Our race is as if we're going On a certain road trip. Yes, God is Alpha and Omega. Yes, Jesus is the author And finisher of our faith. But that plan, Perfect plan will not be fulfilled If I don't endure And if I don't make it to the end. Это план Божий. Это Бог Alpha и Omega. Он создал для нас план, Но мы должны, Не уставая, Не пренебрегая нашими способностями, Двигаться вперед, Работать хорошо. If you were driving For a long distance, Let's say across the country, How much baggage, How many things Would you put in your car? Если вы бы ехали Через всю страну И на длительное расстояние, Сколько вы положили бы В свою машину с собой? Взяли? Сколько бы взяли вы? Because God has promised In our life That he will help us Through to the end, But we must endure Laying aside that sin. Бог сказал, Что он поможет нам На протяжении всей нашей жизни, Но мы должны Отложить всякий грех. Some people have Heard a prophecy Or a promise once Or read the promise In the Bible And they say, That's it, It's going to happen No matter what. Некоторые люди услышали Слово Божие в своей жизни, Кто-то им пророчествовал, И он сказал, Окей, я верю, Что это случится В моей жизни, Вот так вот будет. And they just sit there And wait, And that's it. Они сидят и ждут. Все. But the Bible says, If you have sin That weighs you down, You will never make it. Но Библия говорит, Что есть судьба В моей жизни, Есть грех, Который давит на тебя, Ты никогда не дойдешь до этого. You will never truly fulfill your calling. Ты никогда не достигнешь Своей цели. You may bring forth A couple grapes, Maybe an apple. Может быть, Принесешь парочку винограда, Может быть, Даже яблоко. When God had in store To bring a full garden For His glory. Но Бог хотел через тебя Насадить большой сад И принести много плода Через тебя. Maybe today you have A gift of the Spirit Such as prophecy In your life. Может быть, У тебя есть Подарок от Бога Как пророчество. Maybe you have The gift of interpretation Or just praying in tongues. Может быть, Тебе Бог дал Дар перевода Или молитвы на языках. Maybe God gave you Финансes To bless ministries. Может быть, Бог дал тебе Благословение в финансах Чтобы благословлять Служение Его. Maybe God's given you Taught you how to pray And get into the deepest Presence of God So you intercede For your family. Может, Бог дал тебе Дар молитвы Когда ты можешь Приходить и стоять Проломе за людей. And you start driving On this journey Yes, Lord, You said before me. И ты начинаешь ехать И понимаешь, Что это Божий план Для тебя. И когда ты едешь По этой дороге Ты видишь рекламу Остановись ресторан Остановись тут Какой-то кинотеатр Остановись тут Что-то для тебя интересное И когда ты начинаешь Это путешествие Твоя GPS Твоя программа Говорит Ты за пять часов Доедешь И вдруг ты доезжаешь И понимаешь Что ты заехал Не за пять часов А за семь или восемь Или больше Тут написано Тут написано В первом стихе Что тут написано Нужно снять Всякое бремя И всякий грех То есть Не всякое бремя Оно является Грехом Вашей жизни И я однажды ехал И я чувствую Моя машина Начинает трястись И я почувствовал Плохой запах И я думал Наверное Это трак какой-то Или кто-то проезжает Рядышком У него что-то Проблема И оно не уходило Оно продолжало И вибрация Стала хуже и хуже Те люди Которые знают Что это такое Наверное Уже бы остановились Давно Я остановился И посмотрел Вокруг моей машины И знаете Что я узнал Что вы думаете Это было Оно Он был на ручнике Все это время Да Я ехал Как и все По дороге Продвигался вперед Двигался Но что-то Меня держало В жизни И вы на вашей дороге И сегодня В вашей жизни Дух Святой хочет Чтобы вы посмотрели Что-то В своей жизни И обратили внимание Молодые люди Вы не можете Быть во всем Во всем хорошими Когда вы начинаете Эту дорогу Вам нужно Может быть Отложить в сторону Много вещей Которые Может быть Они не греховные Но они Ваши жизни Я хочу Прочитать Иремия 29 29 11 Ибо только я Знаю намерение Какое имею У вас Говорит Господь Намерение Во благо А не на зло Чтобы дать вам Будущность И надежду Всем нравится Вот эта первая часть Что я Дам Что я имею Намерение Хорошее Что я вам дам Благо Не на зло Чтобы Будущность И надежда Была у нас В жизни Многие Многие Которые Прочитали Это Да Я хочу Это Я беру Это В свою Жизнь И начинают Дальше Читать Когда мы Желаем Чтобы у нас Было Это все В нашем Огороде Это не означает Что оно Бабах И все Встанет В нашей Жизни Оно берет Время Оно берет Работу Оно берет Терпение Ты должен Защищать Это Тебе нужно Отложить Свои Увлечения Чтобы Вложить Время В это И дальше Написано Что И вы зовете Ко мне И пойдете И помолитесь И я услышу Вас Если будете Искать Меня Всем Вашем Сердце Знаете Что Божий План Не будет Исполнен В нашей Жизни Если Вы Не Будете Молиться Без Молитвы Как Ваша Молитвенная Жизнь Сегодня Самуил Сказал Своему Израильскому Народу Это Грех Мне Если Я Не Молюсь Если Я Не Буду Молиться Вы Знаете Что Если У вас Нет Молитвенной Жизни Это Грех Перед Богом И Тринадцатом Стихе Написано И Взыщите Меня И Найдете Если Взыщите Меня Всем Сердцем Вашим Когда Вы Ищите Его Всем Вашим Сердцем План Для Вашей Жизни Становится Чистым И Понятным Для Вас Как Много Людей Которые Спрашивают Бога Какая Твоя Воля В моей Жизни Вот В этом Аспекте Когда Они Не Ищут Бога Совсем Многие Молодые Люди Спрашивают Этот Человек Молодой Это Хороший Для Меня Будет Муж Или Жена Когда Они Не Молятся У них Нет Молитвной Жизни А тут Написано Когда Вы Будете Искать Меня Не Того Что Я Даю А Меня Всем Вашим Сердцем Ищите Царство Божие А Все Остальное Приложится Каждый Раз Вашей Жизни Если У вас Нет Молитвенной Жизни То Что У вас Есть Ваш Проект Он Не Исполнится Я Прочитаю Иоанна 14 16 И я умолю Отца И Да С Вам Другого Утешителя Да Пребудет С Вами Во Век Духа истинный, которого мир не может принять. Дух Святой был обещан Церкви. Иисус говорит, что Он не просто придет, а я должен был умолять Отца, чтобы Он пришел и был с вами. Если сам Иисус должен был молиться Отцу, чтобы это произошло, как нам нужно молиться, чтобы в нашей жизни произошел наш план, который Бог сделал для нас? Но многие люди говорят, ну, если это Божья воля, оно случится. Когда Самуил был у Ильиа, пророка, в храме, то Бог дал Самуилу пророчество, оно было очень страшным пророчеством о Самуиловых сыновьях. И Бог говорил в этом пророчестве, что из-за того, что ты не обуздываешь своих сыновей, не дисциплинируешь их, то они, эти сыновья, они забирают Бога у Израиля, у народа Божьего. И знаете, какой ответ был у Ильи? И, окей, ну, если это Божья воля, пускай оно придет. Когда ваши дети уходят из семьи, или вдруг ваши дети оставляют Бога или церковь, вы же не говорите, ну, о Бог, пускай, Божья воля. Это Божье решение, почему нет? Но в Джеремио, there's a whole book, Плач Еремея, you know, when he's crying out for his people, he's crying out daily and weeping before the Lord. Когда мы смотрим на пророка Еремея, у него целая книга, Плач Еремея, которая посвящена тому, что он плачет перед Богом, он кричит до Бога. You know, we will truly reap the harvest of souls in this church when we as a church start weeping for the youth, for the people that are sinful. Мы действительно будем пожинать эту жатву, эту плоды наших душ в нашей церкви, если мы действительно начнем плакать перед Богом. If it's not just one week of prayer and fasting, when it's daily, when it's every week, we realize as a church we need to be together in this. When it's not just another prayer on our list at the end of service. When it's not just another prayer on our list at the end of service. But when it consumes the whole service, when it becomes the cornerstone of who we are, that we should intercede and evangelize and pray for people that are perishing. No, это должно стать нашим краеугольным камнем. Чтобы мы молились, чтобы мы евангелизировались, чтобы мы благословлялись, чтобы Царство Божие было в нашей церкви. These things don't just automatically happen without prayer. Эти вещи не становятся просто автоматически без молитвы. Therefore, brothers and sisters, I want to say, if you want to see the reward of your prayer, reward the harvest in your life, continue prayer, don't give up. Поэтому, если вы хотите видеть награду или плод вашей жизни, и вы молитесь сейчас, не переставайте молиться. Continue and persevere even if nobody's around you, pray praying. Продолжайте молиться и преуспевать. Даже тогда, когда вокруг тебя никто не молится, Even if you come to a prayer service and you're the only one person there, praise God, keep praying. Ты приходишь на молитвенное служение, вы там одни, никого больше не пришло, продолжай молиться, и Бог успеет, все будет хорошо. Prayer isn't for certain people, it's for everyone who wants to enter God's will in their life. Это не просто каждому человеку, это чтобы в вашей жизни была исполнена воля Божия. If I want to have power in my sermon as a preacher, I must pray. Если я хочу иметь силу в моей проповеди как проповедник, я должен молиться. Если ты хочешь свидетельствовать о Боге и иметь силу в этом, ты должен молиться. Иногда мы пытаемся компенсировать наше бессилие красивой программой, какими-то фишками, но если не будет молитвы, оно будет без силы. Therefore, let us pray and not grieve the Holy Spirit in our lives. Поэтому, давайте будем молиться и не обижать Духа Святого в нашей жизни. Amen. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы в этот день Мы сердцами воспринимаем благодарными За все, что пиква стал нам в этот год. Мы в этот день Остались виноваты, Пропали в дождь, Пропали в силы злой, И незаслуженно теперь подай нам Благословение нам Твоей рукой. Тебя мы просим, И за тот грядущий От нас своей Люди не отнимай, И солнца луч и дождь, И хлеб нас ушли, По милости своей нам посылай. И солнца луч и дождь, И хлеб нас ушли, По милости своей нам посылай. Мы в этот день Поржественные празднички Порей, Пожар, Пою благодарим За то, что до сих пор Благословляется Тобой наш душ, Что на земле творит. За то, что до сих пор Благословляется Тобой наш душ, Что на земле творит. Благословиться Не так, Не так, Не так, За солнечный день Мои облака, за то, что над мной твоя рука Знаю все для меня, сотворил ты все для меня В этом твоя любовь, Боже мой, ты рядом всегда со мной Знаю все для меня, сотворил ты все для меня В этом твоя любовь, Боже мой, ты рядом всегда со мной Как мне дождя, за то, что всегда ты оберегал Когда кто-то падал на пути, ты помогал подняться и вновь идти Знаю все для меня, сотворил ты все для меня В этом твоя любовь, Боже мой, ты рядом всегда со мной Знаю все для меня, сотворил ты все для меня В этом твоя любовь, Боже мой, ты рядом всегда со мной Ты рядом всегда со мной Слава Богу Величием своим нас восхищая Раскинулся над нами небо зонд В нем ночью, в черном бархате мерцая Созвездия плывут за горизонт И хочется им крикнуть Восхвалите Вы там на высоте Творца Вы птицы, славословие примите Пошлите к Богу вы с хвалой гонца Мы ветру говорим и урагану Вы дуновение Бога самого И ветра нам струя Несет осану к престолу Бога Белого Его Хвалите острова Хвалите рифы И снег, и лед, и море, и песок Пусть небо слышит трепетные рифмы О том, как чуден, как прекрасен Бог Пусть славит Бога нежностью закаты Пусть утро славит свежестью зари Пусть грома над землей несут раскаты Слагая на святые алтари Хвалите всех, хвалите неустанно Цветы, деревья и листва И с сильной завистью колосья И вкусом сочным стебли и травам Хвалите люди сердцем, вашим чувством Хвалите каждой клеточкой ума Хвалите просто, радостно и с чувством Непринужденно, как есть жизнь сама Хвалите всех, и пусть хвалением будет Крик младенца и вздохи старика Пусть словословье в сердце вашем будет И гимн, и нотная строка Хвалите всех, всегда, во всякое мгновенье Пусть песнь хвалы слагается уста И пусть уносит их с благоговеньем К престолу славы неба синева Аминь Слава Богу! Слава Богу! Я родилась с Надей Который знал, еще и девчонкой А сегодня я уже нету Я хочу Рассказать одно какое событие Особенно это для молодежи, для молодых Ну и для их родителей В моей семье 46 внуков, правнуки есть, и вот один из внуков, который был лидером молодежи, хороший голос, бас у него, организатор, и вот одно время почему-то перестал ходить в церковь. Он начал ходить в джим, накачал себе мышцы, показал себя крепким, и никого не слушал, ни маму, ни папу, ни дедушку, ни бабушку, никого, ни в церкви, а стану церковь. Нашел себе работу, чтобы по воскресеньям работать, что он занятый, и он не может быть в собрании. Так проходило время, печалились, молились, молодежь печалилась. Вот, приходило к нему, но он никого не принимал, как кто-то его подменил. Совсем мышления другие, мирские, желания. И вот это случилось в одной из воскресеньев, когда мы ехали на собрание, он ехал на работу. На перекрестке два молодых парня, ему всего только 20 лет, этому моему внуку, тому не знаю сколько. И кто из них ехал на красный, так оно, не знаю точно. Но получился удар той машины, машину моего внука вбок, пассажирские. И вообще это половина машины, Мерседес, это крепкая машина. Половина этого, до его сиденья, все это было загнуто. Его отбросило в сторону, он ударился боком еще в дерево. И еще раз его отбросило, и эта машина остановилась, заклинила. Но тут же сразу полиция, дверку эту разрезали, вытащили его. Привезли его в госпиталь. Он был в коме. Ну, пошло время немножко, он стал оживать. Мы стали радоваться. Все мы были в посте, церковь за него, молодежь переживала. И вот на день, на день, когда мы собрались, это было четверг Вознесения, звонят, дочка звонит в церковь, мы еще были служителями вместе, не вы, так закончилось служение. И говорит, Даник умирает. Мы помолились, и вдвоем с пастором поехали в госпиталь. Когда приехали, они стоят, все молятся. Один только врач находился, который давал ему кислород. Тело перестало принимать кислород. Давление упало на 27,3. Это уже было смертельно. Он уже находился в таком состоянии, что оставалось еще меньше минуты, и зафиксирует смерть. И вы знаете, в это время, когда молились, там было две дочки, муж был, племянница, и еще один брат, который с молодежи посетил. И Дух Божий сошел на них. Сошел в такой силе, что мать, эта дочка моя поднялась с колен и пела необыкновенную мелодию на ином языке. Необыкновенную. И когда она пела, она ходила вот так вокруг этого, не вокруг, а буквой П этого, лежащего сына своего. И Дух так наполнил, что жизнь стала возвращаться в его тело. И вы знаете, когда возвратилось, давление стало подниматься. Но перед этим она позвонила старшей моей дочке, что Даник умирает. Та дочка встала на колени и видит видение. Стоит смерть около Него. Вот. И ожидает Его взять. Явился Христос и говорит, Он не готов, чтобы я Его взял. Он не готов. Я Его оставлю еще на время. Это дало такую веру матери. Она приняла это всем своим сердцем. И Бог возвратил его к жизни. Слава Богу! Я хочу сегодня сказать о том, что Он возвратился в хор, поет в хору, Он возвратился в молодежный хор, Он поет соло, но еще все в Него, еще все в Него не так. У Него ничего не поломано. Но в Него мозг ударился, сперва так повернулся, потом лбом стекло, еще раз. И у Него правая рука одно берет, то, что Он хочет, а другая, левая, независимо от того, что-то другое может взять. Еще не восстановилось. Но Он в полном сознании, и Он сегодня свидетельствует. Даник, Бог есть? Он выходит и говорит, живой Бог. Почему Он живой? Потому что Я живой. Аллилуйя! Слава Богу! Мое такое свидетельство, о котором я хочу Вам сказать, молодежь, не знаем, когда нас встретит, наше испытание, или когда позовет Господь. Благодарение Богу, что Бог его оставил, покается. Он больших грехов не делал, но он никого не слушал. Он не слушал. Он хотел быть крепким, сильным, здоровым. А через, пробыл он там три недели, он стал совсем, где делась эта сила, все потерял. Всю эту силу. Но Его стал наполнять Дух Святой. Наполняет Дух Святой. И когда я на Него смотрю, я смотрю совсем на другого человека. Он говорит о Боге. Он хочет молиться. Он хочет петь. Он рассказывает о Нем. Совершенно стал другой человек. И я сегодня хочу обратиться к молодежи, чтобы помнили, что Бог сохраняет пути, но Бог может остановить. И может так остановить, что ты можешь оказаться не там, где должно быть. куда ты перестал стремиться. То благодарение Богу, что у Бога такая велика любовь, что Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своему Единородному, чтобы всякий верующий не погиб, имел жизнь вечную. Поэтому сегодня бойся, не гордись. В машинах там очень много силы. Там не две лошади, не три, не десять, а там может сотня этих лошадиных сил. И ты гордись, что ты хорошая машина, я все могу сделать, но без Бога ты не сделаешь. Если ты не будешь привитый на лозе, ты не можешь принести плода. Христос говорит, без Меня ты ничего не можешь сделать. Ты только можешь вред себе сделать. Поэтому как важно, чтобы ты был привитый на лозе. Как важно сегодня, что ты не только на ином языке говоришь, а как важно, чтобы на тебя сила Божия сходила. Когда сходит сила Божия, она меняет тебя. Мы называемся крещеным Духом Святым. И это правда. Но, братья и сестры, это только знамение данное. Но нам нужно наполняться этой силой Божией. Вы знаете, в моей семье все изменилось. Совершенно все изменилось. Стали совсем другие молитвы. И эти молитвы не пятиминутные. Это не только на ином языке помолиться, а молиться для того, чувствовать присутствие Божие. И я сегодня вас благословляю. Благословляю вас, чтобы вы переживали присутствие силы Божией. Чтобы Бог наполнял вас. Я очень радуюсь. У меня есть такой брат. Ему уже 92 года. Он звонит и говорит, Анатолий, как твои дела? Я говорю, брат, хорошие дела. А ты духом молись, молюсь. А ты исполняешься силой Божией? И он меня всегда побуждает в этом. И вы знаете, Бог наполняет силой Духа Святого. Слава Богу! Я еще одну минуту, наверное, еще не нарушил. Я вот такое прослушал, что можно такой вот пост нести. Это пост не вечером кушать, а где-то в 2 часа дня. И опять через 24 часа опять 2 часа дня. Но и пить воду. И я попробовал. Я не хвалюсь. Я попробовал. Одну неделю попробовал. Хорошо. Хорошо. Не чувствовал такого голода. Правда, воду пил. И не чувствовал никакой силы. Думаю, еще неделю. Еще неделю побыл, не прерывая. Чувствую, уже моя плоть совсем по-другому.